Аллилуйя! Пожми руку, обними! Скажи, ты на правильном месте сегодня! Что-то особенное ждет тебя! Аллилуйя! Ты правильно сделал, что пришел сегодня! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте, давайте воздадим Господу славу! Наш Бог великий! Наш Бог благой! Будем славить Его! Будем петь для Него! Величать Его! Дух Святой, посети нас в этот день! Мы молим Тебя, пусть Твои небеса будут открыты над этим местом! Ты великий! Ты благой! Ты всемогущий! Нет подобного нашему Богу! Давайте еще подарим, еще подарим Ему славу! Аллилуйя! Ты благой! Аллилуйя! Ты благой! 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 Аллилуйя! Ты благой! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Благословлю тебя, оу, и в пустыне, в которой я, Проходя и долина изла, благословлю тебя я. Благословенье изливает, чтоб славить мне, Оу, где бы иди был, чтоб не делал, я пою тебе. Благословлю тебя, ой, Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, ой, Господь, во своем волной имя Твое. Благословлю тебя на земле, что богато всем, Где течет молоко и мед. Благословлю тебя, оу, и в пустыне, в которой я, Проходя и долина изла, благословлю тебя я. Благословенье изливает, чтоб славить мне, Где бы я ни был, чтоб не делал, я пою тебе. Благословлю тебя, ой, Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, ой, Господь, во своем волной имя Твое. Благословлю тебя, ой, Господь, во своем волной имя Твое. Благословлю тебя, ой, Господь, во своем волной имя Твое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Бог мой, ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Только вы готовы? Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. Ты можешь всё мне дать, Ты можешь всё отнять, Но я хочу за всё Тебя благословлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодаря благословлять. Но я хочу за всё Тебя благословлять. Благодаря благословлю тебя, Благодаря благословлять. Благодаря благословлять. Благословлю тебя, мой Господь. Благословлю тебя, мой Господь. Благословлю тебя, мой Господь. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь вместе с небесами. 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 Воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь вместе с небесами. Будем петь, петь вместе с небесами. вh вх Ты нас освобождаешь, Иисус С любовью направляешь, В procurement вновь нас зажигает, Божьи силы, Для тебя, Лишь Для тебя Вся жизнь моя Будем вместе, вместе с небесами Воскресать Павла и сварить Иисуса Мы будем, 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 будем Петь, петь, петь С благодарными сердцами Петь, петь, петь Весь вместе с небесами Воскресать Павлу И славит, и славит И славит, и славит Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Воспевать хвалу И славит Будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу И славит Иисуса Мы будем петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Вместе с небесами Воспевать хвалу И славит Иисуса Иисуса Мы будем, будем, будем Петь, петь, петь С благодарными сердцами Будем петь, петь, петь Иисуса 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 Святой, ты тот, кто умер и воскрес. Святой, святой, взываем мы к тебе, Отец. Святой, святой, излей свой дождь на нас в небес. Святой, святой. Святой, святой, святой. Святой, святой. Ты тот, кто умер и воскрес. Святой, святой. Взываем мы к тебе, Отец. Святой, святой. Излей свой дождь на нас в небес. Святой, взываем к тебе. Святой, святой, святой. В Иисус. Святой, святой, святой. Мы взываем к тебе. Святой, ты святой, святой, святой Бог. Святой, святой, святой Бог. Прими хвалу, Иисус. Прими хвалу наших сердец. Святой, святой. Ты тот, кто умер и воскрес. Святой, святой, святой. Взываем мы к тебе, Отец. Святой, святой. В Иисус. Святой, святой. Святой, святой. Взываем к тебе, Отец. Святой, святой. Святой, 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 святой. Субтитры сделал DimaTorzok Святой, 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 святой Бог. Святой, святой, святой Бог. Святой, 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 святой Бог. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте поднимем руки к Иисусу. Давайте будем говорить, что Он святой. И Он достой нашей славы. Он один достой. Всей нашей волны. Библия говорит, достойный Ты, Господь. Ты сотворил все, Господь, на этой себе. Ты сотворил все, Господь, на этой себе. На этой себе сегодня вечером. По имя Господа Иисус. Дух Святой. Мы приветствуем тебя на этой себе. Мы приветствуем твою присутствия. Субтитры сделал DimaTorzok И твоё общение с нами. Вот вы сегодня благодаря тебя за имя. Ты знаешь каждого из нас по имени. Ты знаешь каждого из нас по имени. May we never live the same as we came Let the sick be healed Let the weak be strong Let the discourage be encouraged In the name of Jesus We thank you We give you praise We give you glory In Jesus' name Hallelujah Put your hands together for Jesus And take your seats Amen Well once again I'm so excited and happy to be here And to ministering to you I'm so grateful that Bishop Andrey invited me It is always a privilege to preach the people of God Bishop Andrey is a friend of my father I got to know him through my father Bishop Dago Heward Mills And as a result I'm here to preach to you They both also serve on Church Good Conference Chared by Dr. David Yonggi Cho He is a good man He is an anointed man Hallelujah He is heavily anointed And yet very, very humble You have a good pastor You have a good father Give him all the support you can give to him Поэтому давайте поддерживать его всем, что в наших силах You will be blessed Тогда ты будешь благословен As you hold his hands Когда ты будешь поддерживать его руки Together with what the Lord is doing here Помогай ему совершать ту работу, которую Бог делает здесь I bring you greetings from your brothers and sisters in Ghana Я также привез вам You have a son I bring you greetings from your brothers and sisters in Ghana Я также передаю вам привет от ваших братьев и сестер в Гане You know we are brothers Yesterday I saw a trained brother of mine in Pavlagrat А вчера в Павlagrat я вообще встретил своего брата-близнеца The only difference was the color Единственным отличием было цвет кожи Mine was just a bit nicer than his Because black is beautiful Потому что черный, темный цвет кожи это красивый цвет But I saw my trained brother And I bring you greetings from Ghana I invite all of you to come to Ghana one of these days Come for sunshine Hallelujah You don't need to build a sauna Natural sauna everywhere you go Bishop Андрей comes there twice every year And this May he is coming again И в этом мае он снова будет у нас We love him in Ghana Мы очень любим епископа в Гане Hallelujah Hallelujah But this one is coming Come with him Но в следующий раз, когда он будет ехать Присоединяйся к нему To come and experience sunshine Приедь и увидь, что такое настоящее солнце Hallelujah Hallelujah Я также передаю вам привет от своего епископа Епископа Дага Хьюарда Милса Hallelujah Hallelujah He was with you last two weeks Он проповедовал в Украине Буквально две недели назад And I'm sure we're all blessed I like everything about this church Мне нравится все в этой церкви Кроме того, что кафедры такие высокие I think the next time I come I'll bring my own chair So that I'll get some height Hallelujah Hallelujah Amen This evening we are going to be blessed How many of you are expecting God to touch you tonight You came with an expectation You are not going to leave here disappointed Greetings to all you pastors Who are with Bishop Andrey Алексей Виталий And all of you Keep staying around My friend Дмитрий Keep staying around 20 years from now When this place had become a branch And you are in a place 10 times bigger than this place You should still be around Hallelujah Your children should become pastors In this church Your children should become Church planters in this church This is their only work With eternal rewards So let's fight every temptation To leave this great family Don't think that Satan is happy At what we are doing here He will do everything possible To fight against this thing Because it is a great work It is a threat to the kingdom Of the devil And he is working 25 hours a day An extra one hour To bring down What the Lord is doing here But there is something That can defeat the devil There is something That Satan cannot stand And that is when we are one When we are united We will not give any room To the devil We are going to stay here We are going to join our hearts What the Lord is doing With our bishop Our prophet Our pastor And our father And we will be blessed Hallelujah Hallelujah Amen I'm going to preach About a very important message And I'm talking to my message Activating grace For For greatness Hallelujah Hallelujah Activating Grace And I must say That I have been Greatly inspired By this book And I have read this book In English Several times over And I have read this book In English Several times over Grace That make rich Bлагodate That make rich Written By no other person Than our own Pastor And bishop Bishop Andrei If you are in this church And you don't have a copy If you are in this church And you don't have a copy You have decided To sentence yourself To littleness And not grittiness You shouldn't be in this church And not have one of these books With you You can't be in this church And not have an example Kostya Do you have a copy You have a copy You have read it You have read it Yeah Yeah Okay Read it If you want to move forward And if you want to be great Read this book You will be blessed Many of the things I'm going to say I took it from this book I took it from this book Because Principles are principles That truth is only one Truth is only one And principles are principles You cannot change them And these principles Are going to work for us too Let's turn our Bible To Deuteronomy Chapter 11 verse 17 Sorry Chapter 1 verse 17 You shall not respect Persons in judgment But you shall hear the small As well as the great You shall not be afraid Of the face of man For the judgment is God's And the cause Is too hard for you Bring it unto me And I will hear it My emphasis is in the second phrase But you shall hear the small As well as the great In other words In every country Every society Every family There are those who are small And those who are great Those who are small And those who are great And you can choose And decide To be small or great You will get to know That being small Or great Is a choice And you should know That being small Or great Is a choice It's a choice You can decide To remain small You can decide To remain small For instance As I talked about a book It has been with you For I'm sure Many A year plus A book That can make you rich But it's your choice You decided Either to have Or not to have So if today You have not been blessed By the content Of this book And somebody From Ghana In Africa Has been blessed You cannot blame God You have only yourself To blame So it's your choice And there is grace That can make you great Hallelujah Hallelujah Anything God Does for us A blessing Or whatever It is always not Because of anything You have done Or whatever you have But it is always By the grace And the favor of God It is always By the grace And the favor of God By the grace And by the favor of God По благодати И милости Божьей Grace Is unmerited Favor Undeserved Mercy You have not done Anything To get it But God Just decides To have pity On you And just Bless you With it Now there is Grace Available for you Also to be Great And also For us There is A blessing That means Your greatness Is not going to be Dependent on your Background Or your education Or what you have Or what you do not have It is going to depend On the favor And the mercy Of God But it will depend But it will depend Of the grace But the Things that you have To do To activate That grace To make yourself Attractive For the grace To locate you It is like A woman Who wants to marry A man You have to make Yourself attractive To the choices Of the man If the man Want a fat woman You have to make Yourself attractive As a fat woman Тогда ты должна Сделать себя Привлекательной И стать Полной If the man Want a slim Woman You have to make Yourself attractive As a slim Woman May you activate The grace Of God For your life Hallelujah Activate it For your life There is something You should also do For you To be attractive To God 2 Corinthians Chapter 9 Verse 8 This is the Star verse In the book И прочитаем 8 стих Это ключевой Стих В этой книге There is Star scripture In the book It says that And God Is able To make All grace Abound towards you That you Always having All sufficiency In all things May abound To every Good work Бог же силен Обогатить вас Всякой благодатью Чтобы вы Всегда и во всем Имея всякое Довольство Были богаты На всякое доброе Дело All grace Всякой благодатью Not some grace Никакой-то Not part of the grace All grace Всей благодатью Hallelujah Grace To save Some people Are only aware Of grace For salvation Некоторые Некоторые люди Знают только Силу благодати Для спасения Но кроме Благодати Ко спасению Есть также Благодать На исцеление Hallelujah There is also Grace To set you free To set you free For deliverance Grace And Bible Say God Is going to make Available to you All grace И Библия говорит Что Бог Силен Дать нам Любую благодать Всякую благодать И что сделает благодать Ты будешь процветать Ты будешь богатым На всякое дело Это благодать Сделает так Что все Чем ты будешь Заниматься Будет процветать Все Что ты будешь Делать Это будет Иметь успех Например Есть христиане Которые даже Не понимают Зачем нам Нужна благодать Для того Чтобы иметь деньги И причиной Этому является Они не знают Что деньги Используются В Царстве Божьем Используются На его строительство Посмотрите На церковь Новое поколение И на реабилитационных Центрах Есть более Трех тысяч человек Для этого Нужны деньги Халлелуя Поэтому Если в твою жизнь Придет Благодать Для величия Это хорошо И позвольте Я скажу вам Что благодать На величие Включает в себя Финансовое процветание Величие Включает в себя Также И финансовое процветание Бог Никогда Не будет против Чтобы ты Процветал В деньгах Но что Библия Говорит Что Сребролюбие Сребролюбие Это Зло Это корень Всякого зла Любовь к деньгам Если ты любишь Деньги Больше Бога Тогда Это корень Всего зла Но Бог Никогда Не говорил Что деньги Сами по себе Это плохо Халлелуя И мне нравится Пример Который Приведен В этой книге О том Как мы Можем Быть В отеле Спать Ночью В отеле Некоторые Говорят Что Деньги Не могут Купить Тебе Сон Но Пойди В хороший Отель И Ляг На Хорошую Кровать Где Будет Водяной Матрас И Водяная Матрас И Когда Ты Спишь Ты Плаваешь Ты Спишь И Плаваешь И Тогда Сон У тебя Будет Хороший Халлелуя Халлелуя Поэтому Бог Может Дать Тебе Благодать Чтобы Быть Великим Иметь Деньги Халлелуя Давайте Откроем Бытие 12 И Прочитаем Первый Второй Третий Стих Когда Бог Дал Своему Ребенку Дал Благодать Чтобы Быть Великим Одно Мы можем Увидеть Что В результате Благодати Человек Стал Процветающим Мы Скоро Активируем Эту Благодать Но Давайте Увидим Что Эта Благодать Может Сделать В нашей Жизни Благодать Благодать В тебе Все Племена Земные 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 Бог Возвеличил Авраама Но Как мы Можем Знать Что Авраам Был Великим Давайте Посмотрим На Бытие 13 Глава 1 2 Бабу Says Авраам Went Out Of Egypt He And His Wife And All That He Had And Lord With Him Into The South And Авраам Was Very Rich In Cuttle In Silver And In Gold Бытие 13 Глава 1 2 Стихи И Поднялся Авраам Из Египта Сам И жена Его и все, что у него было и лот с ним на юг и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом Бог дал Аврааму the grace for greatness and the result was that he became very rich very great may you also receive that grace in the name of Jesus oh, only ten people want that grace may you receive that grace for greatness in Jesus name прими благодать для величия во имя Иисуса hallelujah amen now how do you activate that great grace how do you activate it it's like how do you make yourself attractive to be found hallelujah hallelujah I remember when I was going I wanted to get married I had friends у меня были друзья four friends and I was a young man and I had to take a decision and then one day I visited my wife my wife and the mother okay my friend she wasn't my wife and the mother cooked a nice dish for me to eat after eating that food after eating that food I decided that this is it that this is it she the mother made the daughter attractive by the food she prepared for me to eat because I told myself that if the mother can do then the daughter too can do it means I'm going to eat good food all the days of my life hallelujah so do something to activate the grace of God and make yourself attractive to God number one know that greatness is God's mind for you hallelujah it is God's mind for you to be great that is why he says that he is giving you grace to make you rich Jeremiah 29 verse 11 he said for I know the thought that I think towards you say the Lord the Lord thought of peace and not of evil to give you unexpected end 3 John 2 says beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in hell even as thy soul prosperate 3 John 2 and we прочитаем 2 verse 12 возлюбленный молюсь чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем как преуспевает душа твоя so God's mind is for you to be great to be prosperous and you have to accept it and you know that if he has that mind for you then he has also made every provision for you to be like that that is why 2 Peter 1 3 says 2 Peter 1 3 according according as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness hallelujah he has given us all things every kind of help you need to be great God has made it available for you you have to activate it and first of all let it be in your mind let it be on your heart that God's mind is for you to be great to know God's mind about greatness is to know what God did at the beginning for man God made sure that before man was made everything was ready he made the heavens and the earth there was confusion there was darkness he said man shouldn't live in confusion and darkness so he made sure that all the confusion and darkness was that way and may God deal with every confusion and darkness in your life in Jesus' name hallelujah and then when God finished everything he saw that I am now ready it was good perfect rivers and mountains and trees were all there and said now I am ready to bring man to the garden that means God created you to have a good life it means that God created you to have a good life unfortunately unfortunately man fell and a curse came on the land but God's mind is was and is for you and forever shall be that you become great hallelujah hallelujah it's a good place to put your hands together for Jesus hallelujah his mind is for you to be great that is the first way to activate it because whatever you cannot accept you cannot become so accept it and you will become number two to make yourself attractive to God know that greatness comes from God you can never make yourself great it is only God who can make you great hallelujah that is why he says he has given you grace to be great it is only God who can make you great one day some people said in Genesis 11 verse 4 they said and they said go to let us build us a city and a tower who will stop me reach unto heaven and let us make us a name they wanted to make a name for themselves but dear friend the Bible says it is not by might it is not by power but by my spirit hallelujah you cannot make yourself great if you make yourself great something can ungrate you if I can say hallelujah but if God makes you great you will be great forever you will be great forever hallelujah hallelujah Abraham never set out to make himself great he didn't have the mind to be great but God called him one day and said if you follow me I will make him great and Abraham obeyed God and God made Abraham's name great today we know Abraham we don't know a single name of these guys who wanted to build a tower of Babel because they wanted to make themselves great it is only God who can make you great if it is only God who can make you great then let us go to the next key hallelujah and the next key is to know that greatness and prosperity comes from seeking first the kingdom of God he can make you great so when you do what he also wants you to do then you become great hallelujah he is the one who can hold your hand and no one can put your hand down hallelujah that is why Babu says in Matthew 36 verse 33 he says seek ye first the kingdom of God and his righteousness seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you what are these things the things that make you cry in your room you want to have it but you cannot have it the things that will make your life comfortable the things that will make God's mind for you come to pass it can come to you but you can activate the grace for grace but you can activate the grace for grace you don't struggle when grace is working you don't struggle anytime you are doing anything and you are struggling it means that your oil and grace is getting finished if you do if you do and you feel difficulties it means that the pomazance in your life is it a seek it first and things that you are not expecting things that you don't even pray about I don't pray about certain things in my life I don't remember the last time I prayed that oh Lord give me money to buy a car oh Lord give me money to buy a shoe I don't remember but as I've sought after the kingdom of God as I've gone after the kingdom of God and his righteousness my God has supplied all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus and he will continue to supply hallelujah when you seek the kingdom of God I remember when my bishop told me one day that leave the bank and come and work for God I said wow I was working at the bank getting good money assured of a future you know definitely that you will build a house you will get a machine you will get a machine you know that definitely you can travel and then one day my bishop calls me and said come and work full time and then he adds he added but know that here we don't give salary but know that here we don't give salary but that's a shock we don't give salary we don't give salary we only give allowances as and when the money comes we only give you the opportunity to know that when the money comes maybe something will happen what is this? what is this? the church didn't have any building no office no office no office I couldn't see any security and I married a wife and I had to take care of her and like Abraham there was no where I could see that I was going to he himself had taken that decision earlier when he also finished school and he finished medical school and he said that he was going to live his life for God but he said he was going to live his life for God and he said that he had the opportunity to go anywhere in the world to study but he said no I will pursue the kingdom of God he told us his future house that he wanted to live in two bedroom and a hall that was his dream because the decision he had taken meant that he was sentencing himself to poverty but he took it and I also took it I decided to seek the kingdom of God and the things that I thought I was losing as I ran after God as I followed after God it has overtaken me that is why the Bible said that goodness and mercy shall follow you all the days of your life but if you don't do anything to activate it it will only be a verse and a song and your life and your life will always be the same and your life will always be the same things you are not looking for God will just give to you because you are seeking the kingdom of God because you are seeking the kingdom of God when I woke up on the 2nd of January when I woke up 2nd of January this year I had not prayed to God for a car and I have not told him that I needed a car I am not James Bond I am not James Bond only James Bond can drive 2 cars at the same time but I am not James Bond so one machine was okay so one machine was okay but when I woke up there was a car in my house I said where is this machine coming from somebody said I have come to give it to you I was not looking for it but as I followed the Lord as I suffered the kingdom of God these things are being added they are being added as you follow the Lord I see the Lord I take things to your life if you believe it shout amen hallelujah I told you it's by grace it's not by anything you have done that is why as I'm talking maybe you are saying that I cannot be great because of my background I cannot be great because I don't have any friend you don't need a friend to make you great you don't need a certificate to make you great you need grace to make you great hallelujah and as you seek and run after the kingdom of God God will make you great God will make you great hallelujah hallelujah what does it mean to seek after the kingdom of God it means find something in church and do and do it with all your hearts and do it and do it with all your hearts and do it with all your hearts if you are in the choir maybe you are in the choir but you are not giving 100% of your effort and energy to what God is doing maybe you are in the prayer ministry but in your mind's eye you think you are doing something to help pastor but you don't know that you are rather activating the favor of God in your life by giving yourself fully and doing your best and doing all your hearts sell leader branch pastor do it with all your hearts things that you are not even thinking about God will just bring it to you because God calls these things you shouldn't go chasing for things for instance I don't remember the last time I prayed I said Lord deliver me of course I prayed different from evil but I'm not scared that any evil will happen to me seeking first the kingdom of God includes God keeping you from evil so activate the grace look you cannot do it on your own you need the help of God you need the help of God as Bishop Doug turned his back as Bishop Andrey gave his life to God decided to go all out he has been hungry before he has been hungry before he has been hungry you continue you do continue he has been hungry before he has been hungry before I knew about it he has been hungry before he has been hungry before but it's because he decided to follow God because he decided to follow God because of grace he has activated favor he has activated favor he has activated favor he has activated favor may God have favor and many of you here tonight in Jesus name he has been hungry before number four to activate grace for greatness know that greatness and prosperity come from believing in the anointed and his anointing it comes from the anointed and his anointing it comes from the anointed and his anointing епископ Даг написал книгу которая называется Помазание и Помазанники look for that book and read найди эту книгу купи и прочитай ее believe верь в Божьих служителей some of you are in church powerful grace is available for you because grace is also the anointing and the Bible said it is the anointing that breaks the yoke и Библия говорит что именно помазание разрушает всякое ермо the anointing that breaks the yoke оно разрушает ермо so you have to activate the grace of the anointing поэтому тебе нужно активировать благодать помазания on the man of God на муже Божьем and you will see great things in your life и тогда ты увидишь великие вещи в своей жизни hallelujah you will see great things in your life ты увидишь великие вещи в своей жизни Исайя 10 стих 10 глава 27 стих he says and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt and by a prophet was he preserved Исайя 10 Исайя 10 27 и в тот извините другое место писания hallelujah believe in the anointing the anointed and his anointing верь в помазание и помазанников hallelujah hallelujah you've read it already you can't find it in your bible and by the prophet the Lord brought out Israel out of Egypt через пророка Осия 12 13 через пророка вывел Господь Израиля из Египта it has taken a prophet to bring you out of the world it has taken a prophet to bring you out of darkness into light you have to believe in the anointing you have to believe the anointing on his life because he said that anointing that anointing it does several things оно делает великие вещи Исайя 10 27 and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing because of the anointing you see what is worrying you is a burden то что тревожит тебя сегодня это ермо poverty is a burden нищета это ермо but when the yoke when the anointing is there whatever makes you spend money that you don't have to spend shall be broken это ермо когда ты тратишь деньги которые не следуют оно будет разрушено Библия говорит нам о женщине которая страдала кровотечением много лет она потратила все свои деньги на врачей но ей лучше не становилось и это было ермо это было большое ермо на ее шеи everywhere she went people were looking at her because she was smelling nobody wanted to do anything for her but one day one day she met она встретилась с помазанием hallelujah and when she tied the anointing that yoke was broken that yoke was broken the yoke in your life can be broken by the anointing and the anointing and the anointing is on your and on the anointed that God has given to you if you believe in him look at 2nd Chronicles 20-20 2nd Chronicles 20-20 activate the grace активируй благодать hallelujah hallelujah 2nd Chronicles 20-20 and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Taqwa and as they went forth Jehoshaphat stood and said hear me all new generation in Hakkav believe in the Lord your God so shall you be established believe his prophets so shall you prosper hallelujah hallelujah believe his anointing believe his anointing and the anointing and the anointing will work for you will work for you because he is anointed hallelujah hallelujah believe believe see see that burden that yoke it is not too hard for God to do the anointing the anointing is God is there anything difficult that God cannot do there is nothing God cannot do so believe some of you are missing out on great great things in life because you are not believing in the anointed and his anointing don't let the simplicity of the anointed make you lose the anointing sometimes the simplicity of the anointed will make you miss out on the anointing but don't make that mistake but don't make that mistake hallelujah hallelujah it is even better for you that anointing is working in that simple way it is even better for you that anointing is working in that simple way there is no humble person than bishop Andrei but if you know the anointing upon his life you will see that you are working with a high voltage power anointing hallelujah hallelujah and yes some are losing missing out on this anointing and yes some are losing this anointing because some of you you like things that are spectacular and that look so mysterious because many of you like things that are spectacular and that look so mysterious you don't like simple things that is why people also come to deceive you look at Neyman he had a problem and then he went to see the anointing and anointed by his anointing told him to go and bath in the river Jordan but they said it's too simple I thought you would come and call fire from heaven I thought you would make the earth to shake I thought that's a simple thing but why this simple thing one day a couple came to see me in church they'd been married for about eight years they didn't have a child they had been married for about eight years they didn't have a child they had been moving from church to church and I had close from church I was just about to go to the office and they came to me and told them they told me their problem do you know what I told them I told them I told a young man find a ministry in the church and join and be active and next year by this time you'll have your prayers and said he did it he joined the Asher's ministry one day I was there he came to tell me bishop my wife is pregnant слава Богу слава Богу hallelujah bishop my wife is pregnant if it were you he said why didn't you call fire to come down fire doesn't have to come down before the grace works what works is the pomazania hallelujah so believe in the anointing because by a prophet God took Israel out of Egypt and by this same prophet he preserved them some of you God has used this church to bring you out of the world it is going to take the anointing in the church again to preserve your life if you like go out of this church and see what will happen to you lions will eat you because you see your life is as it is today because of the anointing on the anointed I know that by a prophet God has brought me into ministry and by this same prophet God is preserving me and by this same prophet God is preserving me so I look to my pastor with admiration because I know that just as Laban said to Israel Jacob that I know that I have been blessed because of you that I know that I know Iakov he worked on Laban and was blessed and also I am blessed why am I standing here because of the anointed man that I am following that is why I am standing here I will be a fool one day to say that I don't need my anointed that is the day I will see that I am a nobody именно в тот день я осознаю что я никто that is the day I will see that I am nothing это тот день когда я осознаю что я ничто it is the anointing но помазание on the anointed на помазанике that is working for me оно трудится ради меня you can also activate it и ты также можешь его активировать hallelujah you can activate it ты можешь активировать это God has given you a powerful wonderful pastor Бог дал тебе замечательного помазанного пастора you are in church and your mind is on something else а ты в церкви а мысли твои где-то далеко you will not be great тогда ты не будешь великим но если ты хочешь быть великим believe верь hallelujah should I give you one more дать вам еще один ключ кто хочет быть великим are you sure вы уверены very very sure вы очень хорошо подумали let me give you one more that I found in this book you can activate grace when you sacrifice ты можешь ты можешь активировать благодать когда жертвуешь hallelujah when you sacrifice you will activate grace some of us don't want to sacrifice anything некоторые из нас ничего не хотят отдавать everything we want everything to be cozy мы хотим чтобы все было приятно для нас удобно а ты знаешь что нужно для того чтобы Виталик вот так стоял и играл вот так вот нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ it has taken a lot of work ему нужно было много трудиться для этого чтобы Костя занимался музыкой а я he doesn't sleep мне кажется он даже не спит он постоянно что-то ищет новое ты не можешь быть ленивым и думать что ты станешь великим после этого собрания епископ Андрей сразу едет в Першотравинск а вчера он приехал из Першотравинска и снова возвращается вы думаете что человек который хочет только комфорт на жизни был бы таким так бы ездил но некоторых из вас пастор не может ничто им не может поручить сделать в церкви всякий раз когда пастор делает призыв что что-то нужно сделать ты говоришь вот я пошли его вот это шок но Авраам вышел из зоны комфорта и вывел всю свою семью он даже не знал куда он идет это называется жертва и если ты жертвуешь если ты жертвуешь и в тот момент когда епископ говорил о Джоджу я хотела пожертвовать его и тогда я хотел попросить обмен если бы он мне епископ Антон на два года одолжил я бы пожертвовал Джоджу аллелуя потому что если бы епископ Антон был у нас в Гане потому что он помазанный многие бы спаслись через это аллелуя но если ты ничего не жертвуешь ты ничего и не получишь ты должен быть способен что-то отдавать 2 Коринфянам 8 глава 9 стих ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа что он будучи богат обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетой ибо он был богат хотя и был богат он все отдал ради нас и сегодня мы все принадлежим Иисусу мы все ему принадлежим потому что он был готов отдать свою жизнь пожертвовать и жертва активирует благодать Божью Притча 11 глава 14 стих не поможет богатство в день гнева правда же спасет от смерти многие из нас здесь в церкви верят о прорыве верят о величии финансовом величии но мы не готовы ничем пожертвовать ради этого когда Бог хотел благословить вдову он не нарушил своих принципов принцип даяния жертвы и воздаяния и несмотря на то что у женщины было совсем мало пророк пришел и сказал этой вдове сначала пойди приготовь и дай мне есть и если бы вы были в те времена и увидели это вы бы сказали что пророк вообще был нечестивый как ты можешь заставить пожилую бабушку пойти приготовить тебе последний обед отдать тебе его а она ничего не будет есть ты бы сказал что пророк он вообще но он делать неправильно но хотел чтобы эта женщина активировала благодать для величия активирует благодать на величие тогда когда даешь десятину когда мы приносим десятину мы почитаем Бога говорит Библия и в церкви есть много работы которую нужно выполнить и тогда Бог благословит кто хочет активировать благодать Божьей в своей жизни вы уверены тогда вам нужно жертвовать это не просто приходит это не просто так приходит тебе нужно быть сосредоточенным и одна из вещей чтобы искать Царство Божьего это нам нужно быть сфокусированными на цели не загрязняй работу Божьей будь сосредоточен на главной цели и тогда ты будешь благословен сегодня вечером я знаю что Бог на этом месте Бог здесь Бог здесь своим Духом Он знает тебя по имени Он знает где ты живешь Он знает твои проблемы и благодать на этом месте будет восполнять твои нужды благодать на этом месте она будет восполнять твои нужды поэтому не забудьте о том возложу я на тебя руки или нет то что тебе нужно это благодать и я хочу чтобы ты ушел с этого места активизировав благодать если ты ничего в церкви не делаешь к тому моменту как закончится собрание присоединись к какому-то служению в церкви и начинай служить Богу можно конверты Настя конверты маленькие я чувствую что много людей будет в этой церкви кто хочет быть великими не давайте не упускать этот шанс жертва ты можешь сказать я уже много жертв принес но ничего не вижу но Библия нам говорит притча 11-24 иной сыплет щедро и ему еще прибавляется а другой сверхмер бережлив и однако же беднеет вы хорошие люди и я знаю что вы знаете что это жертвовать но сегодня активируй благодать принося еще больше жертв чтобы мы могли совершать работу и когда я говорю сегодня к вам есть люди в школе на Библийском колледже в Пешетровинске и там здание отапливается газом кого-то кормят и на все это нужны деньги и я хочу чтобы мы стали частью того что там происходит и когда я говорю сегодня есть люди в тюрьмах которые слышат слово Божье и я хочу чтобы ты был частью того что делает Бог поэтому ты хочешь сказать пастор я жертвовал но хочу еще больше жертвовать ради Иисуса но перед тем как мы будем это делать давайте склоним наши головы что это что это 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 Продолжение следует...